Ребята, у нас вечер, я готовлю ужин и хотела показать вам вот эту вот сковородку, я себе купила, я не знаю, говорила я вам или нет, но купила вот в магните вот такую сковородочку, она больше, чем у меня предыдущая, ну и чуть-чуть подороже, но в целом мне она очень нравится. Сейчас готовлю ужин, буду варить суп с макаронными изделиями, ну и, наверное, макарошки еще отдельно сделаю с тушенкой, как думаете, вкусно будет? Так, ребята, целый пакет вот такой вот привезла, ну не там только, я и здесь заходила, брала, купила помидорки свеженькие, сегодня я огурец, огурцов целый пакет взяла, наверное, уже съели, да? Потом взяла груши, Света сейчас помой, кипяточком аккуратно, они мягкие очень сильно, потом хлеб белый и хлеб черный, я сегодня уже, это получается, второй раз в магазин сходила, но в город ездила и по пути, потом разговились, а груши, ну ничего страшного. Я яблочек взяла, уже сегодня пакет яблок набирала, они по 55 рублей свежие, ребята все уже съели, взяла еще, это сейчас сезонные яблоки будут, поэтому купила. Потом майонез, наша постоянная покупочка, также наша постоянная любимая чабата, это на, держи, сейчас упадет, а там два последних было, я забрала. И купила ребятишкам шоколадки вот такие вот, какой-то шоколад, дуэт с миндалем, он был по акции по 28 или по 29 рублей, но вот три шоколадки деткам взяла. И зашла в магазин, так, ну тут это женские принадлежности я показывать не буду, но говорю. Зашла в магазин, мы, нам на Ваньке в колготке, у него постоянно лопаются резинка, так же как у Егора, не у Егорки, покажи какая шоколадка, вот такая вот внутри шоколадочка. Ой, Ваня, шоколадку надо. А ну-ка, с другой стороны покажи, а с другой стороны вот такая вот шоколадка. Ванька заспал, мне кажется. А тут это я взяла резинку и купила себе иголки. Регалки какие-то, я не знаю, но у меня вот бисерные иголки, 12 номер. Купила, тут 30 штук, у меня бисерные иголки быстро ломаются, ребят, вообще. 12, мне надо было 9 номер, но их не было, взяла 12, ладно, на всякий случай. И вот резиночку взяла в колготки вставить и так же взяла еще две канвы, я не знаю, что это за канва. Вот это вот твердая, а вот это очень мягкая, вот видите, она вообще мягенькая прям. Вот такие вот цвета, вот такая вот салатовая и розовая. Это мы хотим, тут мы нашли со Светой кое-какие схемки на подушки. И сшить подушки, вышить, как говорится. Но это все зимой будет, летом сейчас времени вообще нет. Мне уже подписчики пишут, Настя, ты где пропала, что случилось? Ребят, у меня все хорошо, просто времени нет вообще ни на что. Вот стою как с собак, как вечер уже. Самое главное, завтра пойдем делать паспорт. О, это вообще. Но мне сказали, ребята, многие переживали из-за того, что будет штраф. Я тоже очень переживала, мне сказали, штрафа не будет. Как бы не должно, ну не будет штрафа, я очень на это надеюсь. Потому что два месяца срок дается, что паспорт, ну вот ввиду случившихся обстоятельств, два месяца срок дается. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. Так что вы оставайтесь с нами. А, ты мне шоколадку принесла? Ну сейчас кофе попьем, шоколадочку. Вкусная? Вкусная? А что, сверху это арахис что ли? Ну я шоколадку попью, я так не буду. Миндаль? С миндалем. Ладно, ребята, оставайтесь с нами. Ребята, я уже приехала домой, я в шоке. Егор Каратасный, что он завтра наконец-то пойдет документы сдавать на паспорт. Ой, сейчас покажу, что купила в целом. Ну ничего такого не купила. Так, фрукты, овощи, майонез. Еще в магазин-то с тканями зашла. Ладно, сейчас покажу. Все, ребят, купила все, что надо. Иду теперь на остановку, на другой конец города. Там будет удобнее сесть на автобус у нас каждый час, потому что сейчас в период самоизоляции каждый час ходят автобусы. Не каждые полчаса, как раньше было. Хорошо, на улице тепло. Молодежь гуляет. Вот это вот наша больница. У меня здесь бабушка лежала, и свекр лежал, и дети у меня лежали. Больница хорошая. Ну, как в целом. Нормально, но все равно. Есть и минусы свои. Красиво пали, деревья наделали. Что-то нынче деревья не подстригают. В том году подстригали, нынче нет. Сейчас до остановки дойду и отдохну. Ну, а зайти еще пить, купить, пить хочу. Сил аж нету. Надо автобусу еще минут 20 ждать. Так что потихонечку идем. Не заметила даже, как у меня камера отключилась. Приношу свои извинения. В целом, накрысят покупатели уже есть. Многие уже написали Насте. Но я их еще самих не фоткала. Я просто с интернета картинку взяла. Потому что они еще маленькие. Ну, хотя они у нас уже глазки открыли. Чудесные. Сегодня постараюсь пофоткать. И потом на канал Жизнь с домашним животными выложу. Ну, просто у шоколадки, они все как бы стандарты идут. Но не все, конечно. Там есть и разные. Поэтому будем смотреть, как и что. Ладно, сейчас яду в магазин куплю. Сделал какие-то покупки. И через полчаса у нас уже будет автобус. Так что оставайтесь с нами. Ребята, ура! Я довольная. Наконец-то мне дали реквизиты для оплаты. Завтра поедем с Егоркой все оплатим. Все приготовим, все возьмем. И, наконец-то, мы сдадим документы на паспорт. Ура! Кто с нами счастлив, тоже не забудьте поставить лайк. Сейчас пойду в магазин. Мне надо купить майонез. И ребенок попросил старший. Ну, Егорка я имею в виду. За его мои деньги кое-что ему купить. Поэтому сейчас ему куплю. Я довольна. Я даже счастлива, я бы так сказала. И многие спрашивают, Настя, куда вам крысяты? Зачем они вам? Ребята, у нас в городе крысятами только я занимаюсь. И многие спрашивали их. Поэтому уже есть покупатели на крысят. Все, ребята, сдала все документы. Сейчас хочу сходить в полицию. Узнать насчет паспорта. Как мне сделать. Потому что через МФЦ я сегодня звонила. Я так и не могу записаться на прием, чтобы ребенку сделать паспорт. Но зато записалась, чтобы сдать документы от трех до семи лет. На детей, на Марину и на Оксану. Больше пока вообще ничего не могу записаться. Уже не знаю, как ребенку паспорт делать. Это вообще какой-то ужас. Сейчас еще раз схожу в полицию. Может, там все-таки договорюсь. Потому что денег, штраф платить тоже нет. Хорошо, на улице тепло. Вон там свекровь куда-то пошла. С тузиком. Так что идем в полицию. О, ограда. Все для сада и огорода. Появился в магазин. И сейчас пойдем. Вот здесь вот у нас полиция. Здание полиции. И сейчас там сразу все и узнаем. Что и как, и куда. У нас, ребята, время четвертый час. Я иду на остановку. А вы идете вместе со мной. И поедем в город по делам. Не надо съездить в администрацию. По кое каким делам. Да, Тейсон? У нас сегодня солнышко. Хорошо. Ну что, поехали? Всем привет, дорогие друзья. Мы со Светой поехали в город. У нас видео не выходит, потому что у нас проблема с интернетом. У нас проблема с компьютером, можно так сказать. Как все проблемы решим, обязательно все видео потом выпустим. Поэтому вы далеко не уходите. Спасибо.